Добрый вечер на 12 канале новости в студии Елена Бабкова и вот о чем расскажем в ближайшие полчаса. За пропуском на концерты и выставки в больницу в Омске открылась еще одна лаборатория по ПЦР-тестированию. Мы готовы принимать материалы от физических лидов. Во сколько обойдется услуга в городских клиниках и удастся ли одновременно сэкономить и не потерять время? Ужел из дома и не вернулся в Омске, разыскивают 18-летнего парня. Между тем еще один пропавший 9-летний школьник найден. Ребенка на ночь приютили незнакомцы. Шедевры классической музыки и зарисовки из фильмов с доставкой на дом. Жители Кормиловки побывали на концерте Омского симфонического оркестра в обновленном Дворце культуры. С пожарами справится хищник. Новый болотоход получили лесники Колосовского района. Машина пройдет по бездорожью сквозь бурелом. Их читал сам Достоевский. В Омске как раз он обретает вот это Евангелие. Книги, которые повлияли на судьбу писателя до сих пор в Омске, как удалось сохранить издание. В Омских многофункциональных центрах начали распечатывать QR-коды. Это существенно облегчит жизнь тем, у кого нет аккаунта на госуслугах. Люди жаловались, поставили прививку, но не могут посещать ни торговые центры, ни кафе, ни салоны красоты. Без электронного подтверждения вакцинации не пускают. Но теперь проблема решена. Достаточно приехать в МФЦ, взять талон и обратиться к специалисту с просьбой распечатать сертификат. Раньше документ с помощью гостевого компьютера могли получить только зарегистрированные на госуслугах пользователи. Сейчас все желающие. Главное условие иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис. К слову, чтобы не сидеть в очереди, можно записаться на прием заранее на официальном сайте территориального МФЦ. От 50 до 70 человек в день в каждый офис обращаются. То есть услуга достаточно востребована, очень популярна. Но мы справляемся пока с этим. Наши специалисты заходят в определенную базу на портале и распечатывают оттуда сертификат в двух случаях. Сертификат сформируется, выгружается только либо если гражданин вакцинировался, либо если гражданин переболел. Для граждан с недотводом сертификаты не формируются, соответственно, мы не можем их распечатать. Между тем, в Омске на базе клинического противотуберкулезного диспансера открылась новая лаборатория по ПЦР-тестированию. Здесь биоматериалы следуют на высокоточном оборудовании. Результат известен уже через сутки. Специалисты работают как с больницами региона, так и с предприятиями. Обратиться сюда могут самостоятельно и омичи. Отрицательный ПЦР-тест, к слову, может стать своего рода альтернативой QR-коду для пропусков в театры и музеи региона. Никита Смирнов посмотрел, как работают сейчас лаборатории и изучил цены омских клиник на эту услугу. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Бумажки. Их сюда. Бумажки сюда. Бумажки для ПЦР-тестов из больниц региона начинают доставлять с самого раннего утра. В противочумные костюмы лаборанты переодеваются только после того, как помещение тщательно простерилизуют. Недаром повсюду знаки биологической опасности. Специалисты в буквальном смысле рискуют, контактируя с исследуемым материалом. Работаем мы долго. По 4 часа отдыхаем, потом опять заходим на 4 часа. Потом мы должны быстрее всё отдать, нанести до пациентов. У нас стоит ламинар второго класса защиты. Диагностический материал нам привозят в закрытой ёмкости. Я его там разбираю. Всё происходит согласно санитарным нормам. Сегодня нагрузка у лаборантов высокая. За 12-часовую смену специалисты проверяют по нескольку сотен пробирок. Нуклеиновые кислоты выделяют из образцов вручную. Дальше за дело берётся высокоточная техника. ПЦР-боксы. Она анализирует биоматериал и даёт заключение. Заражён для пациент ковид-19. Услугами нашей лаборатории пользуются более 20 медицинских организаций Омской и Омской области. Это и районы области в том числе осуществляют доставку материала. Мы готовы принимать материал от физических лид, от пациентов, которые могут непосредственно обратиться в приёмную. Вот сюда, вот данной лаборатории. Сдать мазок непосредственно здесь. В общей сложности вся цепочка тестирования занимает 24 часа. Заключения выдаются только на русском языке, что может создать проблему тем, кто собирается лететь международными авиалиниями. Там потребуют документ на английском. Но в ближайшем будущем в лаборатории решат и эту проблему. Стоимость ПЦР-теста чуть больше 1300 рублей. А вот в частных медучреждениях города цена может быть и ниже. Но сроки выдачи результатов дольше. Вот скажите, пожалуйста, здравствуйте. ПЦР-тесты у вас можно сдать? Да. А сколько будет стоить? 1190. А результаты через сколько? Завтра вечером. В Евромеде, где сейчас самые высокие цены и скорость оформления результатов – ажиотаж. В крупнейшем частном медицинском центре региона самые высокие цены на ПЦР-тесты. Обычные стоят 2500, там результаты приходят через сутки. Экспресс-тест 5000. В других частных клиниках народу меньше. Где-то кабинет для сдачи москов и вовсе пустует. Так, в Ультрамеде ценник на порядок ниже. А желающих получить заветный документ попросту нет. Хотя тем, кто не привит, ПЦР-тесты необходимы. Без них сейчас не попасть на киносеансы, в библиотеки, музеи и театры. Не исключено, что в будущем они могут стать полноценной альтернативой QR-кодам в местах, где сегодня действует пропускная система или где ее только собираются ввести. Никита Смирнов, Павел Манжос, 12 канал. Другим новостям в Омске разыскивают 18-летнего парня. Семен Дрозденко пропал еще в пятницу, 12 ноября. При этом из дома молодой человек ушел без верхней одежды. Также, как сообщили его родители, сын не взял ни ключи от квартиры, ни документы. Из-за ориентировки следует, что парень худощавого телосложения, ростом 180 сантиметров, волосы русые, глаза серые. По словам отца, с сыном у него отношения непростые, на контакт он идет неохотно. Это, в частности, могло стать одной из причин, по которой молодой человек сбежал из дома. В операции по его поиску сейчас задействованы полицейские, волонтеры отряда «Лиза Алерт». Найти парня пытаются также его друзья и одногруппники. Предварительно установлено, что молодой человек ушел из дома после конфликта с родными. Оставил телефон, но, насколько вот сейчас известно сотрудникам уголовного розыска, периодически его видят в городе знакомые. Сейчас полицейские разбираются в ситуации, выясняют, где он может находиться. Если вам что-то известно о местонахождении парня, звоните по телефону полиции или 112. Сообщить информацию можно и волонтерам поисково-спасательного отряда. Их номер на экране. А вот еще одна история с пропажей уже 9-летнего ребенка сегодня закончилась благополучно. Выяснилось, что мальчика, которого всю ночь искали полицейские и волонтеры, приютила прохожая. Информация об исчезновении школьника появилась накануне в социальных сетях. Ребенок не вернулся после уроков, мать обратилась в полицию. На поиски мальчика были брошены лучшие специалисты, больше 40 сотрудников. К ним присоединилось еще порядка 60 амичей. Район, где живет ребенок, тщательно обыскали. К утру школьник нашелся. Домой его привела незнакомка. Полиция, она объяснила, пожалела замерзающего на улице и пустила к себе переночевать. Я предложила ему, говорит, пойдем ко мне, я тебя хоть покормлю. Сегодня утром я его разбудила и повела. Он сказал, что мама возвращается в 9 утра с работы. Урожаю вам огромную благодарность за то, что увидев маленького ребенка, который ходил по улице, вы не остались самодушны и взяли его к себе, приютили, обогрели и дали возможность не замерзнуть в наших сибирских первых морозах. Выяснилось, что накануне, когда школьник возвращался с уроков, у него не оказалось с собой ключей от квартиры. Домой он попасть не смог. Дозвониться до мамы, которая была на работе, мальчику также не удалось. И он оказался в западне. Сейчас ребенок с родителями. Идеи, которые кардинально изменят жизнь, начинающие специалисты из России и стран Центрально-Азиатского региона представят передовые проекты в сферах экологии и урбанистики. В эти дни Омск принимает крупный международный форум молодых лидеров. Подобного саммита в истории России еще не было. Основными площадками для переговоров выступили Политехнический университет и Экспо-центр. Подробности у Екатерины Булучевской. Призвать к действию – вот основная задача участников международного саммита. Их, кстати, больше сотни. У каждого уникальный проект. Одни расскажут о создании умных домов, управляемых одним только голосом. Другие о формировании комфортной городской среды с помощью цифровых технологий. Особое внимание уделят теме волонтерства, как способу борьбы с пандемией. Напомню, в прошлом году именно добровольцы помогли пожилым людям пережить сложный период самоизоляции. Ходили за продуктами и лекарствами, выгуливали питомцев. И хотя режим смягчили, останавливаться волонтеры не намерены. Но основные круглые столы и дискуссии посвятят экологии. Молодые специалисты расскажут, как можно организовать чистые производства. Поделятся идеями о переводе общественного транспорта на суперэкологичное топливо. И, конечно, обсудят переработку мусора. Чтобы мусор меньше становился, поклашки, пластмассы. Даем вторую жизнь для них. И это нам помогает, работаем волонтерством. У нас маленькое сейчас производство, которое необходимо расширяться. В Омской области у вас есть два сотревших мусоропереработающих заводов. Хотел бы опыт применить и посмотреть, как они работают. Не случайно именно Омская область выбрана площадкой для переговоров. Об этом рассказал губернатор. Александр Бурков сегодня приветствовал участников по видеосвязи и отметил, наш регион – это ворота Центральной Азии. Дружба с государствами-соседями длится сотни лет. А в последние годы она сопровождается еще и взаимовыгодным сотрудничеством. Именно в Омской области сегодня действует международный проектный офис, нацеленный на поддержку взаимодействия молодежи наших стран. Сотрудничество со всеми государствами этого региона для нас речили стратегически значим. Мы им дорожим и заинтересованы в его дальнейшем развитии. Но для этого важно, чтобы традиции партнерства переходили из поколения в поколение. Мы уверены, в рамках работы форума будут достигнуты договоренности, которые окажут позитивное влияние на судьбу сотрудничества наших государств. Ни одна идея не уйдет в долгий ящик, обещают организаторы. Участники смогут заключить взаимовыгодные соглашения или же договориться с опытными экспертами. Они, в свою очередь, помогут довести разработки до идеала. К Новому году в Омске достроят еще один детский сад. Речь о дошкольном учреждении в микрорайоне Прибрежный. До конца ноября должны быть закончены фасадные работы. После приступят к крыше зданий. Сейчас начался третий этап строительства. Общая готовность 60%. В дошкольном учреждении уже появились окна, штукатуренные внутренние помещения. Специалисты готовятся запустить отопление. По нацпроекту демография приведут в порядок и прилегающую территорию. Чтобы ребятам было комфортно и не скучно гулять, для каждой группы оборудуют детские площадки. Осталось только установить игровые комплексы. Закончены работы по благоустройству, закончены работы по озеленению. Начали приходить малые архитектурные формы, наружное освещение. Это все заложено в проекте. Все технологично, все самое лучшее. У нас здесь 11 площадок детских. Мы выполнили уже прорезиновую крошку. Все для того, чтобы детям было удобно и комфортно здесь. Кроме того, на стройплощадку завезли забор. До конца месяца доставят дополнительное оборудование. На первом этаже здания разместятся группы для детей младшего возраста, медпункты, процедурная и столовая. На втором группы для ребят постарше. Там же будут музыкальные и спортивные залы. Посещать детский сад смогут 260 малышей. Полным ходом идут работы по инженерным коммуникациям, по вентиляции, по электрике, по отоплению. Как только будут закончены работы по детским садикам этого года, мы продолжаем готовиться к проектированию и строительству детских садов на последующие 22, 23, 24 года. Возведение детского сада в Прибрежном ведут по нацпроекту «Демография». В его рамках в регионе построят еще пять. За счет муниципальной программы детский сад также появится в микрорайоне Рябиновка. В ближайшие три года из городского бюджета выделят средства на возведение еще 10 дошкольных учреждений. Сразу несколько районов области и городские поселения получат 6 миллионов рублей для обслуживания пассажирского транспорта и организации перевозок населения. Список сегодня на заседании регионального кабинета министров утвердил первый зампред правительства Валерий Бойко. Эти средства пойдут на покрытие расходов транспортников. Доля софинансирования из областного бюджета 95%. Деньги между районами распределят по утвержденным нормативам. Всего же в этом году по госпрограмме развития транспортной системы в Омской области из региональной казны направили 185 миллионов рублей. Омский симфонический оркестр дал концерт на сцене Кормиловского дома культуры. Чтобы такое выступление стало возможным, в ДК провели масштабную реконструкцию. Теперь новая сцена позволяет разместить большое количество музыкантов. А новое оборудование дает совершенно иной качественный звук. По этому случаю Омский симфонический оркестр подготовил для местных жителей специальную программу. В нее вошла не только популярная классика. О том, как прошли гастроли и об эмоциях зрителей Никита Гайдаш. Симфонический оркестр играет в сельском доме культуры Омской области впервые за несколько лет. На новой просторной сцене в Кормиловке с легкостью разместились 70 человек. А это две трети от всего коллектива оркестра. Музыканты признаются, что для них такие гастроли – отличная возможность быть еще ближе к своим слушателям. Мне кажется, мы приспособились достаточно к акустике. Так, что здесь стандартные достаточно размеры сцены. Ну и человек 60 музыкантов симфонического оркестры здесь может поместиться. Справедливо получается, что только городские жители имеют возможность посетить симфонические концерты или театры. Мне кажется, вот теперь есть все условия для того, чтобы вовлечь в орбиту искусства. Для жителей Кормиловки музыканты подготовили специальную программу. От самых популярных классических произведений до саундтреков к голливудским фильмам. Билеты на это выступление раскупили за несколько дней. Значительную часть зрительного зала заняли молодые люди, которые воспользовались возможностью посетить концерт бесплатно по Пушкинской карте. Те, кто все же успели получить заветный билет, не скрывают эмоций. Я в последний раз видела, наверное, года три или четыре, слышала, вернее, симфонический наш оркестр. Я вот открыла его для себя заново, просто влюбилась. И в этот раз, кстати, мои коллеги на работе тоже ждали с нетерпением, все будут здесь сейчас. Потому что, ну это маленькое чудо. Живая музыка. И потом на фоне вот этих событий всех, которые происходят у нас в стране, да. Ну, честно говоря, ну хочется уже людей, хочется общаться и живую музыку слушать, живое исполнение. А вот так выглядит снаружи здание Кормиловского дома культуры, куда и приехали музыканты симфонического оркестра с гастролями. Реставрацию здесь закончили совсем недавно по нацпроекту «Культура». Одно из главных преображений после ремонта – это обновленный фасад, который сделал здание одним из самых примечательных и ярких во всем райцентре. Реконструкция дома культуры продлилась три года. За это время здесь удалось создать комфортные условия. В зрительном зале появились новые удобные кресла, а также современное музыкальное и световое оборудование. Кроме того, в здании заменили все инженерные системы. Всего на ремонт было выделено больше 14 миллионов рублей. Крыша протекала, и стены у нас до сих пор еще некоторые мы не смогли привести в порядок. Сейчас стало очень тепло, а вот окна не продувают. Ну, конечно же, снаружи здание совершенно изменилось красивым, приятным. Я думаю, приятным глазу и солнечным результатами довольны все, я думаю, все жители. Благодаря нацпроекту «Культура» за последние годы в регионе реконструировали почти полсотни ДК. Еще 40 учреждений ремонт ждет уже в 2022-м. А это значит, что это выступление симфонического оркестра в области – только начало. Планируется, что в будущем гастроли по районам будут еще масштабнее, и к ним смогут присоединиться и городские театры. Никита Гайдаш, Виктор Осинцев, 12 канал. И вот о чем расскажем далее. Суровый урок. 16-летний школьник может отправиться в колонию. Парень работал наркокурьером. С пожарами справится хищник. Новый болотоход получили лесники Колосовского района. Машина пройдет по бездорожью сквозь бурелом. Их читал сам Достоевский. В Омске как раз он обретает вот это Евангелие. Книги, которые повлияли на судьбу писателя, до сих пор в Омске. Как удалось сохранить издание. Заигрался в курьера, а теперь отправится за решетку. Реальный тюремный срок грозит омскому школьнику. 16-летний парень попался на сбытие наркотических средств. Ученик 9 класса за носа бизнесом этим летом, но не очень удачно. Наследно от одного драгдилера быстро вышли силовики. Вот, вот эти вот растения. Что там находилось? Находился сверток в прозрачном скотче, в котором были свертки синие и зелень. Сколько, сколько было? Не помните? 50. 50 сверток. Хорошо. Значит, свинья по местонахождению дамы, это некогда классно. Куда вы узнали? Из-за приложения. Каким образом распределились данные вещества? Пришел распределять, когда их не заходят. Могу адресовки были? Больше 30. Известно, что школьник из неполной семьи, которая, однако, участковым характеризуется положительно. Воспитывает подростка мать. Прежде в поле зрения силовиков парень не попадал, но теперь за оболовство с запрещенными веществами ему грозит до 15 лет колонии. Расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд. В ходе предварительного следствия было установлено, что несовершеннолетний обвиняемый через месседжер вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом, от которого получал сведения о местонахождении тайников закладок с арктическим средством, приобретал их путем поднятия данных закладок и размещал на территории города Омска. За указанную деятельность он получал денежное вознаграждение. В ходе предварительного следствия вина обвиняемого была полностью доказана. Несовершеннолетний в судейном раскаялся, оказывался действие органам предварительного следствия. Детские игрушки, которые могут открыть путь в будущее в Центре технического творчества. Ученики сегодня осваивают азы вполне взрослых профессий. Занятия проходят в рамках муниципальной программы «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. У ребят в распоряжении есть все необходимое оборудование, чтобы почувствовать себя настоящими инженерами и конструкторами. Свои разработки они моделируют на компьютере, а воплощают в жизнь, в том числе с помощью лазерного станка. Проекты Амичей уже получили высокую оценку на всероссийском уровне. Подробности в нашем материале. Восьмилетний Глеб мечтает стать пилотом. Наверное, поэтому выбрал необычное хобби. В Центре творчества он осваивает навыки технического моделирования и конструирования. Больше всего, говорит ученик, нравится собирать самолеты. Около двух лет я занимаюсь. И раньше я делал такие, как пенопластовые самолеты. А сейчас уже перешел на другой уровень. Посложнее. Это такие деревянные самолеты, на которых такие железные веревки, которые уже на моторах получаются. Раньше ребятам вместе с преподавателем приходилось вручную строгать и вырезать каждую деталь. Сейчас все намного проще. На смену устаревшему оборудованию пришел лазерный станок. Всего 10 минут и шаблон для будущего самолета или машины готов. Да и детей приводит в восторг такое чудо техники. Детям очень нравится. Раньше, когда они делали что-то своими руками, ему где-то надоедало. Кто-то ходить переставал на занятия. Сейчас каждое занятие практически новый конструктор у нас. В этом году мы стали чемпионами России, город Глазов по автомодельному спорту. В центре занимаются дети от 5 лет. На занятиях их обучают не только техническим навыкам, но и работе в команде. А некоторые проявляют и лидерские качества. Это обязательно пригодится им во взрослой жизни, уверен руководитель центра. Каждый ребенок может заниматься не только тем, что в школе он делает. Он здесь может найти дело по душе. То есть что-то может своими руками сделать. Подарок маме, допустим, на день рождения, на 8 марта, на Новый год. Но одними поделками и подарками дело не ограничивается. Для ребят занятие здесь – это возможность познать азы будущей профессии. Не зря девиз центра технического творчества – от игрушки к изобретению. Константин Лондон, Карина Сычугова и Сергей Гаврилов. 12 канал. На хищнике в сердце пожара умские лесники получили вездеход, на котором можно будет добраться до очага возгорания вне зависимости от погоды и типа местности. Спецмашину не зря называют королем бездорожья. Грязь, снежные сугробы, болота, бурьян и ухабы – для этой техники естественная среда. Преодолеть она может любые преграды. Это подтвердил и тест-драйв, который устроили сегодня в Колосовском районе. Пока шестиколесная амфибия будет базироваться здесь, но в экстренных случаях, по словам сотрудников лесхоза, может быть перенаправлена и в другие муниципалитеты. Вездеход рассчитан на 12 человек. Они смогут работать и в Сибирские морозы. В пассажирский отсек оборудован системой отопления. Есть также и спутниковая связь, поэтому в любой момент лесники могут вызвать подмогу. В Колосовский лесхоз поступила вот такая одна единица техники – снегоболотоход, который предназначен для тушения пожаров в труднодоступных местах, заболоченных, там, где имеются какие-то водные преграды. Хищник с этим прекрасно справится по доставке людей. Хищник далеко не единственная новинка. В рамках нацпроекта «Экология» для лесхозов региона закупили 18 спецмашин и 230 единиц оборудования для тушения пожаров. Пополнение обошлось в 70 миллионов рублей. Теперь в автопарках новые автоцистерны, тралы, тягачи и грузопассажирские автомобили. Последние незаменимые в случае экстренной эвакуации. Этот год, по словам специалистов, получился очень горячим. Леса полыхали больше 550 раз. Впрочем, большая часть пожаров, благодаря оперативности сотрудников, была ликвидирована еще в первые сутки. Тайные истории на страницах старинных изданий. В библиотеке имени Пушкина сегодня хранится книга, о которой в своих письмах брату рассказывал Достоевский. В Омском остроге писатель увлекался духовной литературой. По мнению следователя, именно она оказала огромное влияние на его творчество. Книги Федор Михайлович получал в библиотеке Воскресенской церкви. Она, как и сам храм, была разорена после революции. Собор восстановили, а вот большая часть обширного собрания была утрачена. Журналисты 12 канала полистали страницы сохранившихся экземпляров и узнали, какие именно из этих книг почти наверняка держал в руках великий писатель. Вот, если обратить внимание на край книги, здесь тушью написано «Воскресенская церковь». Воскресенской церкви. Такие надписи на старинных изданиях помогают ученым установить их биографию. Эти книги когда-то были частью библиотеки Воскресенской церкви и уже в наши дни выставлены в помещениях восстановленного храма. После революции собрание было разорено. Оставшиеся экземпляры хранятся сразу в нескольких местах. Но даже те немногие издания, что сохранились до наших дней, могут рассказать историкам о том, что значила эта библиотека для обитателей Омской крепости и Каторжного острога. Мы по этим книгам говорим о назначении соборной церкви, что она была не просто местом осуществления каких-то церковных праздников, молитв, служб, но в то же время она была большим духовно-просветительским центром. А это хранилище дореволюционных изданий, в том числе и 88 из библиотеки Воскресенской церкви. Собранием в то время активно пользовались не только военные, но и Каторжане. И, судя по возрасту сохранившихся здесь книг, одну из них мог читать и самый известный узник Омского острога Федор Достоевский. На некоторых есть печать ревизии, которая была в 1854 году. И на каждой книге, вот здесь тоже можно увидеть, внизу на книге печать написано «Омская собор и Воскресенская церковь» в 1854 год. Это значит, на 1954 год эти книги уже здесь были, ну и теоретически их мог читать Достоевский. Ну а в поисках еще более древних экземпляров мы отправились в библиотеку имени Пушкина. Это первое издание Библии в России, печатной. Была Остружская Библия Ивана Федорова, но она была неполная. До начала 19 века такие издания использовались только внутри духовенства, а для представителей светского сословия книги и их смыслы стали доступны только к 1850-м, как раз во время пребывания Достоевского в Омском остроге. Интерес к духовной литературе у великого писателя появился благодаря Новому Завету, который тайно передавал одна из жен декабристов, и получил свое развитие уже в библиотеке Воскресенской церкви. Я сейчас держу издание, которое, скорее всего, Федор Михайлович держал в руках 1852 год, прибавление к изданию творений святых отцев. В пользу этой версии говорят и документальные свидетельства, письма Достоевского, которые сохранились до наших дней. Федор Михайлович Достоевский, выйдя с каторги, пишет еще в Омске в январе 1854 года письмо, где просит брату, чтобы он прислал именно творения отцов в церкви, потому что здесь он начинает их читать. Книги в библиотеку поступили по рекомендациям Священного Синода. Благодаря этому собрание получилось максимально обширным. Здесь были переводы с самых разных языков и издания всех духовных академий страны. В Омске как раз он обретает вот это Евангелие, он обретает ключи нашей духовной традиции для прочтения Евангелия, и соответственно в нем рождаются те глубинные замыслы, которые он будет воплощать в все свои последующие жизни. Из обширного собрания Воскресенской церкви сохранилась лишь малая часть книг. После революции они числились в разных библиотеках, некоторые попросту пропали. Поэтому вполне возможно, что в Омске где-то на пыльных полках или в домашних собраниях все еще хранятся издания с вековой историей, которую держал в руках Федор Достоевский. Денис Ионос, Никита Гайдаш, Виктор Осинцев, Александр Саражин, 12 канал. Сыграют в хоккей по-соседски. Сегодня авангард, квартирующий в Балашихе, отправился в подмосковный город Мытище. Там сейчас проводят свои домашние матчи китайская хоккейная команда Кунь-Луни Ред Стар. Противники встречались 4 дня назад, и тогда авангард разгромил соперника 5-0. Как будет на этот раз, 12 канал покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 22.15 по омскому времени. Ну а сразу после этого выпуска новостей на 12 канале заседание Большой Тройки. Самые свежие новости из мира спорта обсудят Алексей Адареев и Максим Гречанин. А помогут им в этом Александр Шлеменко и Алексей Шуркевич, недавно подписавший контракт с Белатар. А также форвард нефтяника Марина Шевелева. Не пропустите в 20 часов. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. 19-20 ноября в Омске пройдет всероссийский мастерский турнир по ММА «Кубок Ермака». Место проведения – Омский велотрек. Улица Вавилова, 45, дробь 1. Начало 19 ноября в 11.00. Сказочные нимфы, циклоп Афина и Одиссей – все они на арене цирка. Премьера первого в России циркового мюзикла «На воде Одиссея» прошла в Омске. Эффектные трюки над водной гладью, акробаты, жонглеры, экзотические животные и яркие сцены под живой вокал. Фееричная сказка не только впечатлит зрителя своей красотой, но и познакомит с мифами Древней Греции. Подробности в сюжете. Русалки приветливо машут маленьким зрителям. Герой сражается с медузой Горгоной, а попугай тем временем катается на самокате. Все словно сон. Ярко, красиво, сказочно, но наяву. Апогей чего-то нереального – бассейн прямо на арене. Две трети пространства занимает вода. Поэтому все наши герои так или иначе из воды появляются, в воду погружаются, они купаются в фонтанах, они взмывают ввысь на этой водяной подушке, да, и зрителям тоже достается немного радости, брызгов, веселья и морского настроения. Цирк на воде поражает воображение и погружает гостей в мифический мир Древней Греции с ее богами, Одиссеем и его подвигами. Дополняет выступление живой вокал солиста Новосибирского музыкального театра Алексея Коновалова. А смешат зрителя классические любимые клоуны. Своими казусными ситуациями они вынуждают главного героя проходить через нелегкие испытания. Приводят в полный восторг и взрослых, и детей, дрессированные животные. Мне понравился морской котик, как он с мячиком играл. Попугаи. А мячи еще успевают присоединиться к приключениям Одиссея. Шоу будет проходить до 12 декабря по субботам и воскресеньям в 12 и в 17 часов. И о погоде. Спонсор прогноза ИП Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра, 18 ноября, в Омске облачно. Ночью минус 10, минус 12. Температура днем 12-14 градусов ниже нуля. В районах небольшой снег. Ночью минус 13, минус 15. В дневные часы термометры покажут минус 11, минус 12. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров у ртутного столба. Ярмарка меда в Омске с 8 ноября по 5 декабря. Мед свежего урожая с имбирем, пиргое-восковой молью, бортевой. Ждем вас в торговом центре «Корона», остановка ДК им. Баранова и в ДК им. Малунцева. Акция. При покупке одного килограмма меда, один килограмм цветочного меда в подарок. Таковы итоги этого дня. Спасибо за внимание и хорошего вечера.